Сейчас заканчиваются праздники новогодние, и уже ёлки начинают выбрасывать люди, многие разряжать, у кого-то они стоят до конца января. А многие жители нам приносят просто ёлочки, и мы их с удовольствием принимаем, так как это очень полезно хвоя нашим животным, как для еды, так и для подстилки. Мы используем, поэтому мы всегда рады приносить ёлки. Главное, перед тем, как отдать ёлку, необходимо снять с неё все игрушки и мишуру. При подъезде к иркутскому зоосаду в глаза сразу бросается специально отведённое место, где можно оставить привезённое деревце. У нас в зоосаде есть также и хищники, и разные другие животные. Хищникам, конечно, ёлка не подходит, так как они у нас питаются только мясом, но также и фруктами. И мы принимаем от наших жителей с большой радостью также фрукты, овощи. Это может быть капуста, свёкла, морковь, кабачки. У кого-то могут быть фрукты, это яблоки могут быть, бананы. Нужен в испорченном виде. Также мы принимаем разное зерно. Это может быть и овёс, и пшено, пшеница, например, солома, сено. С удовольствием примем. Питомцев в Иркутском зоосаде живёт огромное количество. И каждому требуется особый подход. Поэтому любая помощь для Иркутского зоосада бесценна. Да и выбрасывать живую ёлку на мусорку жалко. Тем более, если можно порадовать обитателей зоосада. Ярослав Багрий, Константин Синицын. Новости сейчас.